всем привет народ с вами варчик приобрел новую клавиатуру решил вам ее показать эта клавиатура red square kay rocks текел стоила она мне 5700 рублей у вас она может стоить совершенно других денег поэтому держу в курсе за сколько я ее купил у меня она стоит именно столько и так чем не эта клавиатура приглянулась во первых эта клавиатура текел у нее вот видите там где стрелочки дальше уже ничего нету тут не хватает блока с циферками поэтому это первая у меня такая клавиатура и посмотрим вообще удобно это или нет в целом я вот этим вот блоком где нету у меня сейчас вот этого блока с цифрами я им вообще в принципе никогда в жизни не пользовался если он мне теперь понадобится это будет конечно смешно клавиатура поставляется в такой вот коробке красно-черной принципе в ней ни черта нету кроме клавиатуры было бы смешно если бы ее не было в общем и целом тут только вот это вот фигнюшка для снимания кейкапов и все и так достаем эту штучку дрючку и мы можем теперь какую-нибудь кнопочку взять и достать и так вот что мы получили мы получили у нас отсутствие фокуса на кнопки но в принципе она двойная тут внутри второй слой принципе это все что нам нужно знать и так мы обязательно послушаем как эта клавиатура звучит когда кнопочки нажимаешь и так что еще известно про эту клавиатуру rgb подсветка провод длиною 18 метра 855 грамм клавиатура весит 50 миллионов нажатий свечи у нас за гидерон red они не клацают они тихие насколько это возможно в механической клавиатуре строение у нас у клавиатуры скелетон кейкап у нас abs двойное литье сейчас послушаем как эти кнопочки звучат ну а теперь посмотрим на подсветку она у нас работает через кнопку fn нажимаем fn и жмем влево это замедлить у нас скорость какой-нибудь там анимации переливание или еще как быть радуга или что-либо если вправо то это ускорение и она мигает быстрее если мы нажимаем fn и стрелочку вниз это подсветка менее ярко либо выключить вообще если вверх то это ярче там около 6 вроде бы степени яркости если мы хотим сменить режим подсветки нажимаем fn и ps какой-то и у нас меняются тут различные эффекты разноцветные этих эффекта тут полным полно нажимаем вот кнопки разлетаются такие вот всякие разные радуги непонятные вот это вообще жесть какая-то разноцветной какой-то волны что ли и таких эффекта тут полным полно есть и просто цвет и этот цвет еще и можно менять но нужно теперь нажать fn и home кнопку меняем цвета здесь вот есть какой-то желтоватый зеленоватый синий темно синий фиолетовые белые красные также еще есть какое-то программное обеспечение в этой клавиатуре возможно там настроек больше я его не устанавливал записываю видео я на веб qc920 поэтому картинка у нас ну какая есть что в общем хочется сказать про эту клавиатуру она очень приятная на ощупь пластик очень качественный прикольный здесь сверху и так понимаю металлическая пластина для танкистов который горит жопой любят кулаком бить не в стену а в клавиатуру снизу нас пластик есть еще более цветастые клавиатуры у red square я видел там где подложка разных цветов допустим пластина верхняя черная а нижняя часть красная или белая там но в общем целом когда играешь максимум что можешь заметить эту подсветку какие-то там пластины разноцветные это конечно такое это не какая-то там реклама это чисто я вам показываю свою новую клавиатуру чтобы вы знали что у меня сейчас тут во что я клацаю ничего я за этот видос не получу кроме ваших лайков и комментариев в принципе в этой клавиатуре все что я хотел механическая красные свечи не клацает во время нажатия не сильно дорогая для меня но мне кажется 5 700 я первый раз когда механическую клавиатуру покупала она стоила мне 6 500 кажется это был hyper x не помню как она там уже называлась она на ощупь была точно такая же какая-то нажималась тоже как это там вроде бы коричневые или красные свечи были не помню точно какие в общем и целом ощущение от клавиатуры практически такие же как и от той только это дешевле тут нету блока с цифрами ну и подсветка здесь не просто красная как там было здесь подсветка разноцветная еще и дешевле я уже очень давно хотел механическую клавиатуру снова поскольку механическая намного лучше для игр чем мембранная мембранная хуже и просто неудобнее нажимается я допустим намного четче контролирую игру на механической клавиатуре поскольку могу четко нажимать настолько насколько нужно а не на мембранной клавиатуре там как на рычагах каких-то едешь вообще неудобно в принципе в этой клавиатуре даже не к чему придраться она просто классная если со временем с ней что-нибудь произойдет и она будет как-то не так работать я запишу видос и вам расскажу поскольку я ее только недавно купил и еще никаких проблем в эксплуатации не было она и работает просто идеально но время покажет насколько она стойкая на этом все с вами был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки пишите в комментариях какая у вас клавиатура всем удачи и пока а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok